Почти каждый день человек сталкивается с проблемой недобросовестных продавцов или людей, которые оказывают недолжным образом свои услуги. Как показывает практика, столкнуться с подобным можно на каждом шагу, особенно там, где сам не ожидаешь. Удивительно то, что граждане пытаются решить с продавцом или исполнителем проблему напрямую, но после обращения часто получают стандартный ответ в стиле «Ваш гарантийный срок истек» или «Товар обмену и возврату не подлежит». В итоге покупатели воспринимают это как факт и действительно думают, что сами не правы, но в душе все равно остается осадок, будто что-то здесь не так. Но мало кто доходит до мысли обратиться в общество защиты прав потребителей. Защита прав потребителей – это комплекс мер, которые направлены на то, чтобы лишить недобросовестных продавцов и исполнителей возможности предоставить гражданину некачественный товар или услугу. Сегодня мы вам расскажем о таких случаях и попробуем сделать вывод, как подобных ситуаций избежать. В городе над Бугом официально с 2013 года работает общество защиты прав потребителей. И его сотрудники на безвозмездной основе помогли не одной сотне обманутых покупателей. «Ежедневно поступают на телефоны около 10-15 до 20 звонков в день. Поэтому ведется большая работа объемная именно по телефону в основном принимаем. А в случае необходимости тогда уже в связи педагогической нездоровой ситуации уже приходят к нам люди с данными документами и по ходу уже рассматриваем. Соответственно, на безвозмездной основе мы оказываем помощь, рассматриваем ситуации разные в случае необходимости, помогаем составлять претензию. В последующем, если потребитель отказывает удовлетворение этой претензии, помощи, тогда мы уже обращаемся к нам потребителям. Мы заключаем договор безвозмездного наказания и услуг, где подаем, обращаемся в суд с иском и представляем интересы в суде. И защищаем его права и законные интересы, права потребителя. Также в случае положительного решения суда, в доходах государства идет штраф в виде 100%. По словам Владимира Леоненко, основные обращения граждан касаются онлайн-магазинов. Именно там чаще всего люди сталкиваются с обманом со стороны индивидуальных предпринимателей. Есть пара советов от специалистов, как избежать неприятных ситуаций при приобретении товара, особенно отправленного наложенным платежом. Наложенным платежом через почту. Это вообще на сегодняшний день очень много обращений. Именно наложенным платежом получает, не понимая то, что получили, обращается к продавцу, продавец молчит. Поэтому опять же сложность возникает найти и установить продавца, кому оплачивал покупатель данный товар. Я бы советовал покупателям не наложенным платежом, а данный товар может прийти также с переписью, что туда входит данный товар. Если будет возложено, то можно товар вначале проверить, если в перечне есть список какой-то, то согласно этого перечня можно проверить данный товар. Соответственно, если вы столкнулись с проблемой сразу, то вы можете отказаться от данного товара и вернуть данный товар продавцу. Но случаи покупки некачественного товара в реальной жизни тоже нередки. Одна из героинь нашего сюжета Анастасия делится с нами своей печальной историей, которая, к счастью, закончилась благополучно. У меня была приобретена летняя пара обуви, это были босоножки, и я их носила в течение года. И обувь была кожаная, то есть явно не 3 копейки стоила. И в результате этого в моей носке у меня лопнула подошва. Ну, вешу я не 150 килограмм, да, как бы 50 килограмм веса, но подошва лопнула по непонятной причине. Я обратилась в магазин, скидываю фотографии, мне говорят, все, у вас закончился гарантийный срок, до свидания. Мои знакомые посоветовали мне обратиться в общество по защите прав потребителя. Сказали, ты сама толку не добьешься, поэтому лучше решать через общество, где тебе квалифицированные юристы помогут решить этот вопрос. Что, собственно, я и сделала, я обратилась к Владимиру Николаевичу. Спасибо ему большое, потому что он избавил меня от всех вот этих бумажных работ, потому что правильно сформулировать свои мысли – это одно. Нужно знать еще, на какие статьи законы это все опирается. Когда ты не юрист, не имеешь никакого понятия в этой сфере, сделать это крайне сложно. Из кого...